Защитный каркас из насаждений и естественных лесов вокруг Кызыла, которые играют важную экологическую роль. На эту тему общественная палата Тувы провела публичное слушание о создании лесопаркового зеленого пояса или, проще говоря, зеленого щита вокруг столицы. В соответствии с лесным планом республики Тывар у нас всего землями лесного фонда располагается примерно на 11 миллионах га. Из них у нас в землях населенных пунктов всего 641 гектар в городе Кызы. То есть очень маленькая площадь, мизер буквально. Если говорить о Российской Федерации, то на уровне Российской Федерации к городским лесам сегодня сено 78 тысяч гектаров. То есть тоже достаточно маленькая площадь. Закон, предусматривающий создание зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, был подписан президентом России еще летом 2016 года. В соответствии с законом о зеленом щите ограничена вырубка деревьев. Таким образом будут сформированы лесопарковые пояса, в которые могут войти территории, в которых расположены леса и территории зеленого фонда, граница городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экосистему. По результатам, как только лесной регламент будет разработан, по воспоминаниям, которые будут открыть нашу работу, будут направлены в Москву. И на федеральном уровне будет встречаться вопрос об открытии языкского городского жительства. И это уже будет... У нас в составе меди-городного пожилого будет отдельный отдел, или в составе департамента городского хозяйства, или департамент землиных, и будут специалисты, которые будут отвечать за пожарную безопасность, чистоту и дальнейшими. Само название будет лесопарковая зона, где люди отдыхают, там будем, согласно схеме территориальной, мы будем правильную пользу, и плавно будем разрабатывать в дальнейшем освоении. Присутствующих на публичных слушаниях интересовали не только вопросы создания новых лесопарковых зеленых поясов, но и санитарной вырубки сухостойных деревьев в черте города. У нас в районе почти тополя из-за росло, и у нас очень старые тополя из, которые чуть не падают. Помните, в прошлом лету у нас сильный ветер был, у нас очень много старых деревьев упало, у нас, конечно, вопрос, там, дебятишки бегают, и кто должен был ухватить их деревья. Если мы там никакого отношения не имеем к этому, если мы хозяйство, кто должен вот это за их день следить, потому что молодые деревья тоже снизу все разрастаются, у нас там, одним словом, вот эта зеленая зона, она весь сельком разрослась и со старым деревьям, которые вхадают, и новыми деревьями. К концу 2017 года мы принимали правила благоустройства городского округа. Там в этих правилах четко обозначается, значит, как раз по зеленым насаждениям. Если сегодня, значит, они, вот правый берег, как вы задали вопрос, значит, где-то не благоприятствуют, благоприятствуют, вернее, вашему комфортному проживанию, вы можете обратиться в комиссию. Как раз у нас по этим правилам имеется комиссия, которая определяет, убирать за нас эти зеленые насаждения или нет. Обратитесь к мэрии, мы решим вопросы за нас и возьмем за мероприятие. По предложению председателя общественной палаты Тувычи Медоржу Андара в повестку публичных слушаний дополнительно внесен вопрос о необходимости благоустройства прибрежной полосы реки Енисей от территории парка до коммунального моста. По итогам слушаний большинством присутствующих создание лесопарковых поясов вокруг изыла одобрено. Что касается благоустройства прибрежной зоны Енисея, то мэрии Кызыла до 15 мая дано поручение подготовить и представить план обустройства берега реки.